Добрый день, с вами сегодня Виктор Коробкин, Рындачка Рыбы, Мой Талисман. На улице сегодня у нас январь месяц, уже старый Новый Год прошел. Друзья, конечно, я рассчитывал на то, что будут морозы, но у нас пошла оттепель. И, соответственно, не получились у меня мои фильмы, которые я планировал. Сегодня у меня уже подготовка, конечно, зиме я все-таки готовлюсь, я рассчитываю все-таки, что морозы ударят, и, соответственно, рыбку мы половим со дна. Фильм хочу, который я сегодня показать, это о балансирах. Немножко рассказать, немножко показать. Дело в том, что балансирах для меня в свое время была вообще-то такая темная лошадка, которую я не мог понять, как на него ловить. И как к нему подобрать ключики. Есть некоторые тонкости, которые, конечно, надо знать. Многие об этом говорят, многие показывают. Хочу, конечно, я кое-что узнаю, чем поделиться. Но, говоря о балансирах, я могу сказать, что балансиры, я не знаю, как долго они функционировали. Но, во всяком случае, в 90-е годы мы уже на них ловили. Я хочу показать один из балансиров, это балансир моего отца. Вот, который он делал. Поэтому, это лишний раз доказывает, что балансиры, здесь он пропускал посредине проволочку, подвешивал тройничок. То есть, были уже давно. Потом пошли уже магазинные балансиры, конечно. Балансиры были разные. Много балансиров я пообрал, потому что пытался научиться и пытался понять, в чем причина и как правильно ловить на балансир. Дело в том, что нашу рыбу, будем говорить, взять хотя бы того же окуня, да и вообще не только окуня. Уже на нее столько всего всяких этих приманочек у нас есть. И мамышечки, и блесны, и балансирчики. Вот. И, можно сказать, еще и всякого рода другие приманки, на которые ловят эту рыбу. Соответственно, сейчас уже даже и балансиры. Какая из них лучше, об этом сказать нельзя. Дело в том, что есть разный водоем. В какой-то... В разном водоеме рыба клюет на разную приманочку. Конечно, первое время очень тяжело было понять и разобраться с этой приманкой. Приманка, это, конечно, своего рода сложная. Чем она сложная? Потому что практически надо ловить там, где не зацепляется она. А на сегодняшний день водоемы у нас, как говорится, во всяком случае наши водоемы. Найти водоем, чтобы он был не захламлен, это практически невозможно. И, соответственно, если есть какая-то коряжка, какой-то камень, то ты цепляешься балансиром. Это 90% то, что ты его оторвешь. И отцепы не всегда помогают. И я уже, наверное, что-то 12 или 10 их оторвал. Этих уже балансировал. Соответственно, приманочка такая очень своего рода... Ну, подготовиться надо к ней. Соответственно, надо узнать, где ловить на балансир. Знать водоем, конечно, соответственно. Потому что она идет размашистая своего рода. И цепляет под собой мусор и тройничком, и крючками. И при этом, конечно, она и собирает хорошо рыбу. Ну, что сказать, друзья. Я, конечно, свои балансиры, те, которые у меня были, часть пообрабывал, часть прикупил. Хочу показать сегодня вам, какие балансиры я прикупил. Какие балансиры я отремонтировал. Как отремонтировал. Что я с ними сделал. И показать, как они будут работать в деле. Сегодня я посвящаю этот фильм. Поэтому, кто хочет, смотрите. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Ваши какие-то комментарии. Ну, а сейчас пойдем. Я вам покажу, как это все делается. И как, на что я обращаю больше всего внимания с балансиром. Ну, что, друзья. Вот первый украинский балансир. Который, нет. Это еще в 90-е годы купленный балансир. Из первых. Это еще был замок, можно сказать. Вот такой балансирчик я тогда покупал. Первый. Тут еще был у меня этот самый, как его, хвостик. Вот видите, позже отстались. Хвостик у меня сломался. Вот хочу показать его. Сейчас после этого я стал наливать на него и то ли рыбку, то ли хвостик. В принципе, работа ему тогда раньше была нормальная. Сейчас посмотрим, как она работает в воде. Вот в чем принцип балансира. То, что он должен при игре возвращаться носиком обратно. Он должен сделать круг. Этот, видите, плохо работает немножко. Но возвращается, видите. Вот он стоит носом, он сейчас должен вернуться обратно носиком. Вот, видите. Работает, но очень плохо. Ну, слабенько так. Это, если добавить к нему еще виброхвостик, он тогда будет работать лучше. То есть, ну, раз он возвращается, уже можно брать на рыбалку и его и пробовать. Размерчики его такие. Я знаю, что он, в принципе, у меня по суточку так неплохо работал. И по оконику тоже, на хаджабейском, внимание. Вот второй балансирчик, китайский. Он тут у меня 4 сантиметра балансирчик. Но он был неправильно выставлен. У него была головочка вверх приподнята. Соответственно, я добавил сюда груз. Вот видите, свинец. Вот, приклеил на клей. И выставил его ровненько. Соответственно, он стал такой ровный. То есть, у него стало горизонтальное положение. Соответственно, добавил сюда немножко на тройничок. Силикончика. Камушек. Поставил такую точечку и сделал. Конечно, я не вставил сюда фосфорную капельку. Но он и так у меня работал без фосфорной капельки. Достаточно нормально. Поэтому хочу показать, как он работает в воде. Видите, он возвращается и становится сразу на свое место. Носиком идет, возвращается. Ни боком, ни хвостиком. Носиком сразу оборот сделал и стал. И очень удобно у него. Сразу он восстанавливается. Быстро в воде, не сильно крутится. Сразу носиком оборот сделал и стал. Очень уловистый такой был лисирчик. Я как-то попал один раз на него так с десяток окуничек. Там за 15 минут вытащил буквально. Ее так понравилось. Я после этого стал тоже пробовать набалансировать ловить. Раньше мне не очень нравилось. Но вот хочу показать еще тут такое, как крепление. Я в него только ставлю карабинчик. Конечно, этот карабинчик большой, чем я меньше ставлю. Без всякого вертвежка. Без вертвежка. Ставлю защелочку. И просто на леску. Если водоеме щуки нет. А у нас, как правило, на Каджубе щуки нет. Только судак и мокль. То я ставлю просто на леску. Застежечку и балансирчик. Собирает хорошо рыбку. Если знаешь только, что камушка нет. То вот такого цвета очень хорошо у нас на Каджубе собирает рыбку. Тем более вот такой размерчик. Ну вот очередной балансир у меня Strike Pro. Вот здесь написано. Китайский. Я не рекламирую, потому что это не очень удачные были изначальные балансиры. Я пробовал, никак не мог понять, почему они не ловят. Потом, когда разобрался, мне подсказали, что надо было поставить здесь. То есть выставить правильно балансир. Соответственно, вот эта борода, которая под ним, под крючком. Это свинец, дополнительный груз. Для того, чтобы правильно стоял. Вот, на силикончике я его приклеил. И, соответственно, крючочек добавил камушек сюда, как точку удара своего рода. Вот. Сейчас балансир стал отлично работать у меня. Вот. Глазки я поменял здесь, потому что одного не было, другой был. Поставил другие глазки. Балансирчик стал хорошо работать. Ветер возвращается. Быстро останавливается. Быстро становится точкой своего взрата. Очень удобно. Долго ждать не приходится. Возвращается носиком, ни хвостом, ни боком. Сразу оперативно на место становится. Вот его работа такая балансирует. Значит, что хочу сказать еще по поводу удочки. Удочку, конечно, надо вот такую. Вот такое я ловлю. Ну, это штекерное удилище. Было у него наконечники. Сночь мягкий, средний, жесткий. Вот один из наконечников я взял. Средний. И, соответственно, сделал себе такую удочку. На глубине до 2,5 метров пользуюсь, ставлю непосредственно пружинку. Кивочек. А свыше 2,5 метров работаю только так, без всяких кивочек. Леску основную ставлю на балансиры. Ну, там, где я всегда рыбачу, то на 16. Вот в этом году прикупил себе балансирчики флагман. Единственное, что поменял им глазки, потому что глазки были вообще никакие, мне не понравились. Я поставил глазки сюда, камушки поставил. Вот. Так балансирчик, в общем-то, нормально. Ключочек, тройничок поменял. Тоже поставил сюда с камушком и силикончиком. Так его сделал. Вот. И посмотрим, как он работает. Ну, нормально. Возвращается. Носиком, ни боком, ни хвостиком. Сразу устанавливается, устанавливается. Видите, вот балансир, когда работает, он должен настоять. Видите, так же с самым носиком раз, развернулся и встать. О. Он должен, наоборот, провести и встать обратно носиком. О. Видите, крутанулся и сделал носиком на затылок. Пёрочки у него выставляются как бы назад. О. Раз. Вот это правильная работа балансира. Никаких восьмёрок. Ничего. Просто он должен сразу крутанулся и встать носиком обратно. О. Видите, вот это правильная, нормальная работа балансира. Ну, вот так вот работает флагман. Флагман. Это до 10 грамм. Значит, 4 сантиметра. Вот это балансирчик у меня тоже флагман. 6 сантиметров. На судачка я брал синенький такой, потому что он больше привлекает судачка у нас на хаджи-бее. Синий цвет. Соответственно, крючочек немножко тут поставил. Сделал силикончик. Тут и здесь добавил бисер на крючки. Посмотрим, как он работает. Нормально, в принципе. Единственное, что он потяжелее. Ему размах больше надо. Так же восстанавливается. Круг оборот дает круг. И становится на место. Быстро устанавливается. Балансир работает нормально. Рабочий балансир. Оставляем его для дальнейшей работы. Вот тоже старый китайский вариант балансира. А вот перышко у него было сломалось. И я поставил сюда непосредственно виброхвостик такой, видите, силикончик. И посмотрим сейчас, как он работает. Кстати, неплохо у меня ловил. Здесь я поставил, когда щуки оставил. С поводком. С талиской и остальная проволочка. Давайте посмотрим, как он работает. Тоже возвращается на место. Тоже возвращается на место. Видите, получается тройник длинный. И он цепляет за тросик. Надо, значит, не поменять колечко здесь. Либо сделать меньше тройничок. Размером поставить. Либо вот это колечко, поменять его на меньший размер. Либо тройничок сделать поменьше. Потому что он цепляется. И получается тяжело. Тяжело немножко для него. Это отгрузка крючком. Надо чуть поменьше поставить. Но это мы заменим. Я увидел его недостатки. Сейчас теперь и поменяю. И я думаю, будет работать нормально уже. Во всяком случае, он возвращается и работает так, как положено балансиром. Без отгрузки был. Вот еще один балансир флагман. Я купил их три штучки в этом году. Так что думаю, что разных расцветок брал. Вот такая мне понравилась на 6. Посмотрим сейчас, как он играет. Рабочее он или нет. Возвращается нормально. Останавливается. Нет, флагман хороший. Я смотрю, хорошо становится тоже. Без брака. Во всяком случае, я его не вижу. И я вижу, что балансир нормальный. Единственное, что не знаю только, какие балансиры у меня есть. То вообще они флуоресцентные из моих балансиров. Потому что у меня нет лампы ультрафиолетовой, чтобы проверить их. Но во всяком случае, то, что балансиры рабочие, я доволен. Еще осталось у меня проверить несколько балансиров. Вот. И покажу сейчас следующие. Ну вот один из первых балансиров у меня. Это китайские, которые были самые первые, которые были самые нерабочие. Но с них я начинал. И они уже побитые, короче говоря, и подертые были. Я их привел в порядок, подкрасил. Соответственно, поставил камушки на глазки и добавил груз. То есть выставил правильно его, так как положено, чтобы он был горизонтально, не был, ну, носик с крючком поднят наверх. Ну, посмотрим сейчас, как он будет. Вот видите, возвращается. А раньше он не возвращался. Потому что грузика не было. И он такое вытворял, что значит вообще не работало ничего. Сейчас возвращается, так как и те балансиры. Вот можно китайский балансир своего рода вот так вот выставлять, проверять. Нормально восстанавливается, нормально возвращается. Считаю, что этот балансир будет работать. Ну вот один из самых больших моих балансиров. Это я даже не знаю, 11 или 13. Может, даже не скажу, сколько. Но, в общем, я купил его для щуки. А брал его на реку для щуки. Это Джексон. Балансир. Сейчас посмотрим. Большие крючки хорошие здесь. Единственное, что добавил камушек здесь. И так немножко силикончик как раз на вот так точку, как говорится, сделал. Посмотрим. Видите, как он сразу возвращается. То есть, оборот дает и возвращается опять крючком на середину. Балансир тяжелый. Даже не знаю, сколько тут у него грамм. Но смотрю, что он... То есть, работать будет по щуке. Наверное, грамм 20. Потому что у меня шуточку забрасывает. О! Да, возвращается. Работает, то есть своего рода. Вот такой балансирчик у меня самый большой, который есть в моей коллекции. Ну, вот один из самых больших моих балансиров. Это, я даже не знаю, 11 или 13. Может, даже не скажу, сколько. Но, в общем, я купил его для щуки. Брал его на реку для щуки. Это Джексон. Балансир. Сейчас посмотрим. Большие крючки хорошие здесь. Единственное, что добавил камушек здесь. И так немножко силикончик как раз на вот так точку, как говорится, сделал. Посмотрим. Видите, как он сразу возвращается. То есть оборот дает и возвращается опять крючком на середину. Балансир тяжелый. Даже не знаю, сколько тут у него грамм. Но смотрю, что он... То есть работать будет по щуке. Наверное, грамм 20. Потому что у меня шуточку забрасывает. О! Да, возвращается. Работает, то есть своего рода. Вот такой балансирчик у меня самый большой, который есть в моей коллекции. Вот тоже балансир Джексон. Единственное, что я здесь добавил, я здесь приклеил силикон вместо червячка. Сделал такой вот клеевым пистолетом, приклеил. Он так получается, как будто рыбка червячка берет, клеит. И глазки поменял, видите, на камушки. Вот, потому что глазки здесь были никакие. Он отлетел сразу, как я купил. Вот если что я добавил, так это вот такой силикончик. Вот, и глазки. Все, давайте посмотрим, как он будет работать. Возвращается, но возвращается, короче говоря. Ну, как-то немножко тщеславый. Из-за того, что прутик надо ставить, или глубина маленькая для такого балансира, но он разворачивается носиком. Видите, сейчас еще раз посмотрим. О! О, разворачивается. Разворачивается. И как бы приманивает его еще этот силикончик, он как червячок. Вот, попробовал такой вот, своего рода ноу-хау. Посмотрим, как сработает на рыбалке. О! Силикончик здесь внизу. Он приклеен, видите сами. Вот так получается. Ну, вот еще один Джексон под окуня. Что, я только третий, который я взял. Вот, видите, глазки тоже поменял, сделал небольшие глазки такие, чтобы было далеко видно. Выпучил их специально. Вот они поставил ему. Потому что эти большие глазки были никакие. Тоже троничок немножко сделал тут. Вот с такими точками на силиконе. Ну, давайте посмотрим, как будет работать. Возвращаемся. Наоборот делает легко. То есть рабочий балансир, будем говорить так. Ну, я доволен практически. Ну, друзья мои, сегодня я показал вам, как вот у меня поработали балансиры такие, как вот три флагмана. Вот эти вот флагманы. Первый, второй, третий разных расцветок, разного веса, разной длины. С разными крючками. Вот, соответственно, вы видите сами. Вот эти три балансира. Это у меня Джексона. Вот. Вот это три балансира у меня Страйк Про. Вот это старые, самые первые балансиры. Я не знаю, какие-то были китайские, в общем, самые дешевые такие. Ну, в общем, они тоже рабочие. И уже их проверил, что подкрасил, немножко поподклеивал. Грузики здесь, видите, кушок оставил, потому что лопатка была, сломалась. А вот здесь тоже, здесь надо переделать мне этот, потому что здесь поменять крючок и колечко, потому что сильно большое для этого балансира. И вот есть такая еще, такая приманочка. Цикада называется. Тоже хорошо она работает, такая же, как балансир. Цепляю я вот только за среднее вот здесь три колечка, чтобы можно было выставлять ее правильно. Ну, я так подобрал свои крючочки, вот добавил еще тут лепесточек такой металлический, чтобы был противовес такой хороший, как бы веса своего рода. И выставил ее на среднее колечко. Очень хорошо работает цикада тоже в этом плане. И хочу сказать, что в данной ситуации, имея такой арсенал своих балансиров на эту зимнюю рыбалку, я готов поехать уже. Значит, хочу уделить самое главное, то, что я считаю, уделить на что внимание. Это лично мое мнение. Значит, это в первую очередь крючки должны быть все острые. Обязательно им проверить, подтащить. Если нет, то поменять, то лучше поменять. Вот эти крючочки все обязательно поподтачивать над филечком или над дачечкой. Это первое. Второе, леска обязательно уделить. Прутик обязательно учитывать фактор. Что еще? Ну, я показываю, как блесна возвращается, делает круг и сразу возвращается обратно. Должна быть обязательно такая игра. Что еще? Такое немаловажное при балансировании. А, да, я балансирую, значит, для того, я первое время, когда обрывал их, потом я пришел к такому мнению, что я ниже, чем полметра балансир не опускаю. То есть, практически на любых глубинах я сантиметров 30 поднимаю от 1. Но, предварительно, если место всегда закоряжено, пробую сначала блесной. Ну, какой-нибудь простой блесной я опускаю туда, соответственно, так, чтобы она сыпалась, как говорят, блесна сыплется. Если она право-лево уходит, не цепляется в каких-то корях, то, соответственно, я уже пускаю дорогой, если я это балансирую. Потому что балансиры сегодня не дешевые. Сами понимаете, или обрабатывает бой балансир просто на незнакомом месте на какой-то коре, не понимаешь это, не понимаешь это. Ну, вам надо готовиться. А то, кто хочет ловить балансирами, конечно, обрываются они, это однозначно. Поэтому запасайтесь отцепами, не знаю, какими только они отцепят у вас. У меня они отцепляли, потому что почему-то мои отцепы, то ли, получается, у меня крючки были сильно острые, залазили сильно в ту деревяшку, в ту сетку. Я не знаю, за что он там цеплялся. Но ни одного балансира мне не пришлось спасти отцепы. Это мои практики, это мое видение. Я поэтому говорю, как у меня все это было. Я ни на что не претендую, ни на что и с тем не собираюсь спорить. Я говорю на тех водоемах в Одесской области, Николаевской, которых я ловил на балансиры. Я в двух областях ловил на балансиры. Николаевская, Одесская областя. Вот моя практика по этим областям, вот я и рассказываю, с вами делюсь. Соответственно, ставить надо, как мы же, меньше размеры балансир. Потому что у нас практически рыба сегодня уже так просадили ее. И прессин такой на водоемах, что лучше всего ставить мелкие балансиры. На большом течении, конечно, и на больших водоемах брать, конечно, большие балансиры. Но меньше, чем полметра не рекомендую ее пускать, если не хотите обрывать балансиры. Рыба и так возьмет. И судак, и щука, и окунь. Если дно, полметра, и балансирчик он всегда возьмет. Вот это моя, опять-таки, практика. Все, что хотел показать, показал, рассказать, рассказал. Ультрафиолета нету, проверить единственное. Балансиры. Вот. И в этом плане то, что имею, то и говорю. До следующих встреч. С вами сегодня был Виктор Коробкин. Профейный рыбалки. Профейный рыбалки. Профейный рыбалки. Профейный рыбалки. Профейный рыбалки.